Сейчас проверяем стрим, пошел супер! Привет всем! Доброе утро! Вторник, профилактика в Lineage 2 Classic И с вами КМАЛИУД Будем смотреть сегодня японский классик Продолжаем знакомиться с другими локализациями Lineage 2 Classic И сегодня отправляемся в Японию Где игра распространяется по модели free-to-play То есть игра там бесплатная, не нужно платить за подписку, как у нас И со всеми вытекающими На эти вытекающие тоже сегодня посмотрим Два сервера, кстати, наверное, могу показать, да, наверное Сейчас попробую показать вам, что есть два сервера Блин, ты Я зря вышел совсем Сейчас вернемся Довольно интересная система Тебя просит ввести номер, который приходит тебе на почту Так, 4268 То есть такая дополненная система защиты Вот он, японский, японский Lineage 2 Много мейн серверов, как видите И все они голубенькие То есть все они не заполненные Два сервера Classic Вот они Притом, когда я заходил в прошлый раз Вот этот вот, на котором я создал персонажа Он был Блин, кстати, я Запустил 720p разрешения Но я думаю, ладно, нормально Не страшно Два сервера Classic Один, вот, видимо, первый, да, где я нахожусь Потому что он был, по крайней мере, загружен Когда я создавал там персонажа недели ранее И второй сервер, ну, видите, сейчас тоже загружен Не знаю, ладно, может, отдали здесь Поэтому тут и будем смотреть, что происходит Погнали Так, вот он, Classic Тут сразу какой-то чувак стоит, видимо, в клане, что ли, да Забавно А у моего персонажа, как видите, какой-то значок непонятный И, если честно, не знаю, что это значит Потому что у меня самый базовый персонаж, я не создавал его, да Видите, тут сразу же кнопочка VIP Ну, понятное дело Free-to-play, значит, магазин, значит, VIP Ладно, давайте чуть-чуть попозже, наверное Наверное, доберусь до этого VIP-а, не VIP-а Погнали Сразу же смотреть, что там происходит в городах Пока сейчас По памяти Покликаю кнопки Где там правая кнопка Вот это вот отключение было, да Все, супер Руки-то помнят настройки, да Привет всем Аниме Да-да, для фанатов аниме Я думаю, все эти голоса Озвучки Lineage 2 Будут вызывать массу теплых эмоций Что за фигня? Я пока, если честно, не знаю, что это за штука Притом я видел, что она не у всех Видите, вот Персонаж без никнейма Может, таким образом показываются, наоборот, персонажи без VIP-а Типа как Нищеброды Знак нищеброда Или как это работает Я вообще не знаю Чуваки, куча народа сразу же в клане здесь находятся Или может, типа, совсем новичок Или Я не знаю Может, это, типа, знак Первого аккаунта Ну, если первый персонаж на аккаунте Самого хай-левельного Может быть, что это не твин Короче, я не в курсе Кто-то, может, подскажет, конечно Вдруг кто знает Я не знаю, что это значок рядом с ником Так, ну тут у нас Dark Avenger Плюс шестой Doom Set Ну, в целом Вроде нормально Не красные пушки сходу меня встречают Это немного успокаивает Интересный, кстати, плащ какой-то Первый раз такой вижу Что это за плащик Довольно занятный Хотя, конечно, к Doom Set он вообще не идет Но интересно Ссылку Верните Вестник на вторник Зачем? Слишком много тогда всего будет Нужно выбирать Стрим или Вестник Так, ну полетели Как обычно Быстрые курсы японского Изучаем название городов в линейке Ой-ой-ой Так, ну это похоже на Глудио Вестник Кто еще как думает Так, вот он японский Глудио Опять уже какие-то персонажи есть Вот это вот Даже не знаю, как это назвать Галочка Возле ника Каких-то нету Хех Как видите, есть тоже у них Видимо, система рекомендаций Да, синие никнеймы Хотя, учитывая, какой он Тоненький И даже Такой Голуботопрозрачный Никнейм Можно это назвать так Продаются тут Соски По 8-1 дошные Мы полетели сразу дальше Что-то особое Ну в целом Сразу видно, да Что более-менее Живой Глудио Тут вон стоят Всякие ребята В Дегрейде Как раз, да Видимо, качаются В этих В лунных сетах Как они там 25-е Почему-то много Светлых эльфеек Уж не вот или это Хотя вроде Никнеймы даже странные Непонятно Бегает Эльф в трусах Кех А, ладно Полетели, где он В общем Такое сразу же Развительное отличие От корейского классика Да, тут видно Что, мать его Это живой Живой нубятник Мне даже интересно Было бы посмотреть Фармиться ли тут Нуб РБ Но учитывая, что У меня Чар 1 уровень Я этого не увижу Так Полетели Это похоже на Дион Возле ник Уровень VIP Ну погоди Ну у меня вообще Типа Персонаж Без VIP Без ничего Я просто Создал аккаунт Зашел Поэтому странно Что у меня Вот эта вот штучка Есть Тогда Если она должна быть Только у тех Кто VIP Так Прилетели мы в Дион Давайте смотреть Что здесь Прилетели смотреть В Дион Тоже бегают Чуваки Опять же В принципе Девоушн с этики Бегают Голые гномы Сидят Продают соски Значит Но почему-то А у других Вообще Нет Галочки У них Вообще Типа Минус Первый Уровень Вип Забавно Так Рогушки Всякие Продают Соски Занятный Значок Ну такая Опять же Типичный Такой Скромненький Городишко Голуде Давай Сразу же Киро Столбу Добежим Раз уж я здесь Посмотрим Что по героям Что по героям На Японии Насколько я знаю Межсервной Олимпиады Нету Да Это вот Видимо Никнейм Название Класса Название Клана Название Альянса И хер аккаунт Да То есть Только в Корее Получается Есть межсерверная Олимпиада Сходу видно Что есть Конечно Видимо Какой-то Клан Майдэй У которого Много героев С большим Хер аккаунтом Да Вот эти Раз Два Три Четыре Пять Шесть Ну смотрите У них тут Два сайта Между прочим Я думаю Что Гоуин Майвэй Учитывая Название Другое Альянс Другой Похоже Это второй сайт И Такое Нормальное Распределение Плюс Есть ребята Из Левых кланов Вообще Да Он даже Антаги Есть Бесклановые Герои Какие-то Третьи кланы Тоже Нестоящие Ни в первом Ни в втором Альянсе Короче Похоже Тут даже Нормальный Тусайт Потом Поищем Героев Сколько Сейчас В Японии Времени Я что-то Забыл Посмотреть Какая У нас С ними Разница На Японии Точно Такой же Билд Как у Нас Только Значительно Урезан Дроп Спойла Одена Вот так Вот Японцам Приходится Фармить Больше Или Донатить Больше Так Ну Полетели В Геран 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 Вот И он В Японии В Японии Сейчас Самый Прайм Тайм По идее Скоро Будет Сейчас Плюс 10 То То Тут Тогда Понятно Почему Тут Более Менее Живые Эти Ну Пятники Давайте Смотреть Голые Эльфийки Голые Гномки Ну Все Понятно Я забыл Куда Я попал Оу Воу Воу Это Что Такое Вообще Началось Вот это Что Там Фиолетовые Никнеймы Оранж А это Титулы 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 Такие Мне сначала Показало Что Это Никнеймы Их Цветные Такие Смотрим Что Здесь У нас Есть Умонша В свадебном Платье Сидит Хиро ШК Скоро Сюда Это Хиро ШК В Маджестик Сете Плюс Шестом С Хиро Пушкой Сейчас Наверное Сплакнули Героя С инхасады По агрю Эх Вот там Что за Фиолетовый Плащик Мне интересно Время Как в Корее Точно? А Ну Если Как в Корее То Определенно Сервер Более Живой Если Там Такое же Время Потому Что В это Время В Корее Что-то Совсем Было Тухло Тут Плащик Мне нравится Прикольно Выглядит Фиолетовый Ну Видимо Их Тут Несколько Скоро В разных Рассветках Да И Заметьте Плюс Шестнадцатый Даггер Ну Там Сколько Так Красный Короче И Шестой Маджестик Лайт Так Какая-то Гномка Ну Гномка Видимо Тоже В этом В костюме В костюме Формы Динос Они Линейдж 2 Блин Повернись Гномка Тебе не видно Нет Тут просто Надпись Линейдж 2 То есть Это Не бейсбольная Да Там Какая-то Команда Корейская Динос Чуть Поменяли Текстурки Так Что Есть в рынке Давай Сначала Посмотрим Персонаж И Потом Уже Пройдемся По Рынку Тассирует В скайпе Немного Смотрите У них есть Помпошки Гном Гном Сидит с помпонами На трейд Интересно Что скупает Скупает Свитки Телепорта Печеньки На баф Колы Какие-то Монетки Вип Микки Сидит Гном В восьмом Дэшном Сете Продает Плюс Седьмой Драгон Слэйер За 300 Миллионов Какой-то Свиток Не помню Чего И Коробки Да Чтобы Чуть Позже Доберемся Пока Нас слишком Мало Пока Просто Гуляем По Адему Чтобы По Герану Чтобы Сразу Все Всем Показать Так Это Чего За Костюмчик На гноме Тоже Смотрите Костюмчик Линейдж 2 Да Видимо Может быть Так Форма Форма На гномах Выглядит Мужиках Так Здесь же Гномка Гном Купальники С веером В шапке Ушанки И Плащ Такой Такой Довольно Странный Выбор Внешки В этой гномке Давайте посмотрим Что продает Продает Это шапка Получается Или что Это Понятно На рыбу Похоже Свитки Свитки Опять Гномы Так Тут продает Рецепты Это видимо Рецепт На соски Наверное Да Сто Про этот Ашные За 4 Миллиона Тут уже Продают Какие-то Ресурсы Рецепты Это Хорошо Это значит Что рынок В отличии от Корейского Живой Кто-то Что-то Крафт Наверное Хотя Пока Крафтеров Особо Не вижу Может Они у Таурина Сидят Заточки На броню Продают Бэшные Давайте Пройдемся По персонажам Что У нас Здесь Есть Дестер Что-то У него За копье Такое Интересное Это Какая-то Тоже Внешка На копье Что-ли Первый раз Такое Вижу Кто Подскажет Еще Какая-то Смотрите Анимация У него На Конц Как будто Как будто С ручкой Как будто Это Типа Внешка Пера Я не знаю Довольно Занятно Средневековое Перо Для рисования Вот так Вот он Им тыкает И Фиолетовое Фиолетовый Тоже Плащ Черные Плащики Тоже Есть Ппх С дуалами Прям По красоте По классике Ппшки С дуалами Блин Сколько у них тут Голых персонажей Бегает Лол Так задумано Вообще Япония Так Ну вон Какой-то Видимо Варлорд Сидит Восьмые Продает Рунки За 60 Миллионов Дал 105 Тоже Восьмой Топ Плс 21 Миллион Япония Бесплатно Играет Тоже Паспорт В Японии Фри Туплей Притом Паспорт Не нужен Я спокойно Террак Загистрировал И вот Зашел Чтобы вам Показать Тут Продаются Также У них Смотрите Есть Сомнительные Трансформы Котов Пант Мишек Продают Их По Терраку 300к В общем Вкратце Если Довольно Странно Смотрит Свадебное Платье С плащом Если честно Ну да Ладно О У них Есть Этот Агатион Мечизакина Смотрите Тоже Какая-то Эльфика В Нижнем Белье Зато В плаще И С клинками Сзади Типа Не подходи Убью Там Не знакомься Со мной Боб За 17 Миллионов Плюс Шестой Таллом Хэви Тушка За 200 Лямов Вот смотрите Блин На Корее Ты Плюс 6 Сет Возьмешь Такие Деньги А тут Плюс 6 Только Тушку Возьмешь За 200 Миллионов Бля Заточки Бэшные 31 Миллион Оружие Гномы Стоят Заки Так Разумеется У них есть брошки Плюс Десятая Брошка 680 Миллионов У них Также Точатся Аксессуары Смотрите Да Очки Плюс 3 Со статами Декс и Вид И Также С какими-то Активными Там Красными Умениями ХП МП ЦП Что-то Там Так Ну эти Трансформы У них Есть Перья Для Саморезов Да Продаются Эти Плоды С Бафами И для Прокачки И для Всего Банки На МП У них Есть Вот Этот Поворот По 48 Продают Так Продают Книжки Также Плюс Десятая Брошка Третьего Уровня Всего Лишь 550 Миллионов Это Какой-то Талисман Третьего Уровня Не знаю Честно Какой 470 Миллионов Окей Давайте Смотреть Дальше Флаг Франции Что тут Делает Ну-ка Что Этот Французский Гном Продает Мне даже Интересно Стало Восьмые Рулки Сундучки Из шопа И И Банки Красные А ну Подвеска Окей Окей Пусть Пусть Будет Созывайте Как Хотите Так Книжки Ну смотрите Весьма активно Продает Сэгрейд На Корее Напомню Сэгрейда Мы там Вообще Не видели Не считая Не считая Переточенного Там Да От 16 И выше Также Весьма активно Продает Тут Книжки Книжки Талисманы Прочее Что же На Корее Не продавали Как там Этот Меч Что называется Топашный Продается За 100 Миллионов Пустой Большинные Дуалы 60 Миллионов Книга Действительно Много Сэгрейда Он даже Дагрейд Притом Дагрейд Пустой Продается Вза 2 Ляма Весьма Активно Притом Если заметить Да Откровенно говоря Трейдеров Тут раз в 2 Наверное Меньше Чем Чем Ну не хорошо Не в 2 В полтора раза Меньше Чем На Корейском Классике Но как-то Рынок Поразнообразнее Скажу Я вам Опять Это подвеска На этот раз Плюс 9 Кстати Плюс Заточки Как там Эти стабильные Они называются Да Бэшные заточки О Антквина Так Это антквина Второго уровня Получается Да Спаянная Квина И 38 Миллионов А че так дешево Это же не первая Антквина Да Я ведь прав Даже если Даже если Первая 38 миллионов Камон МП Плюс 15 Так Какого уровня Это антквина Может я совсем Топлю Короче Не важно Сейчас посмотрим Нет Первая У него МП Плюс 9 Да Второго Это усиленная Антквина Это Которая Из двух Пояльца Еще и лям Сверху Там доплачивается Вторая Антквина 38 Лямов А че так Дешево Это первый Странный Лот Странный Дешевый Эпик Эпик Никому Не нужен На Корее Может быть Еще и не берут Да Да Так Свитки Флагов Здесь Продаются Флаг Телепорт Всего 850 тысяч Чуть Потешно На игру Сделал А то Че то Она Разоралась В геранит Ну давайте Смотреть Еще чем Нас удивят Может тут тоже Антарасы будут Я не знаю По 100 Лямов Сейчас Секунду Погодите Здесь же Так Заточки На С О Плюс Восьмый Плюс Восьмой Лук Дешний Но опять же Окей Пока Это максимальная Сейчас на Е Ну как Нибудь Плюс Это свитки Светки Смотрите Светки Эксп По 3 2 Ляма Продают Это Которые На 100% Повышают Эксп Да На 20 Минут Всего Лишь 3 Миллиона Ты качаешься Огненно Да Мне видимо Человек Сосед Решил Проснуться И немного Попортить Стрим Надеюсь Сегодня Сильно Слышно Прошу Прощения Так Блин А кстати Как Как туда Вообще На постамент Забираются Эти чуваки Какие читы Они используют Так Чувак Судочек И фиолетовым плащом Как вы туда Залезли Гномы Признавайтесь Кремян Перч Смотрите Даже Кристаллы Продают Бэшные И цешные Это Видимо Кто-то Пытался Заточиться Не очень Удачно Не повезло О Эльф В Таламе Хэви И Фиолетовым Бобом Кстати Фиолетовый Боб Так неплохо Идет К фиолетовому Плащу Да Смотрите Давайте Поищем Может быть Интересные Трейды Это что за штука Вообще По 3 миллиона Продают Какие-то Непонятные Кристаллы Вообще Непонятные Записания Что они делают Потому что Что-то На японском Блин Сейчас Арчем Сюда Да У нас Арчем Знает Японский Хорошо Она Может Мне помогла Перевести Что там Написано Плюс Шестой Плюс Шестой Дум Хэви Стоит 152 Миллиона А это Энергия Дерзости Окей Спасибо Я уже забыл Как она выглядит Моджестик Серьга Плюс 5 Распечатанная 100 миллионов Ну такое Ну такое Опять же Плюс 3 Кстати У них почему-то Пока только Такие Очки Видел Со статами Хотя тут Сила и интеллект Плюс 1 Дает Немного Другие Статы Окей Ну вот такая вот Экономика Тут Блин Тут Антквина Второго уровня 35 миллионов У меня после этого В принципе Все попытки Сравнить Экономику С нашей Знаете Сами собой Отпали Вот еще Шляпа Не заточенная Правда Коммен Плюс 1 17 миллионов Стоит Также в них ЛС Статы Так Что-то плюс 6 Продает О Тоже плюс 6 Смотрите Еще один плюс 6 Дум Хэви На этот раз За 200 Миллионов Конкуренция Конкуренция Фокус серверов В Японии Два сервера Классика Оба Красные Притом я по 100 раз Заходил Был один красный Другой синий Зашел В тот Который красный Видимо Это первый сервер И штук 7 по-моему Серверов Мейна L2 И все они Синие Даже сейчас Привет Как думаешь Реальди Принестированы Ксаподрома Нагира На сервере Гран Кай Ну если Существенная часть Трейдеров Договорится Об этом То да Понимаете Это же Ну работает Как такое Где все сидят Где все продают Где рынок Там и я буду продавать Если рынок переедет То и все тоже Постепенно переедут Вон например На инхасаде Погружи Нет рынка На На МДТ Нормально живут Так Статуировки Плюс 4 Минус 3 Продаются По одному ляму Вот это вот У нее Значок Уника Да Это тоже Какой-то Показывает Действительно Уровень Вип Тоже Видите Он в Желто-зеленом И похоже Это какой-то Высокий уровень Вип Плюс это же Хирогномка Да Это Хирогномка А И она как раз Крафтит Во Есть крафтеры Есть крафтеры Целые две штуки Тут сидят рядом Хирогномка Хирокрафтер Крафтит Во Полезным делом Занимается Что тут есть Маджестик Бежа Феник Кстати смотрите Бежа даже не вся Да и вообще Довольно мало У Хирогномки Что-то так мало Агрейд рецептов Посмотрите Вряд ли она их Ну не вытащила Да Так Рядом Соклан Соклан Эти Хирогномки И тут как-то тоже В основном только Бегрейд Агрейд Там вообще нету Трейдер Это весь сервер На уровне администрации Может анонсировать Рекомендации А зачем? Зачем? Игроки на ГК Так решили Им так было удобно По крайней мере Тогда когда телепорт Ну когда это произошло Исторически сложилось Когда там телепорты Были дорогими И всем было удобнее Ну Всем было удобнее Там не знаю На МДТ сидеть Торговать Почему нет? Сейчас уже Ну собственно Это как Как традиция идет Да И все там торгуют Потому что уже привыкли Так что-то восьмое А это Восьмые рунки Плюс восемь Плюс восемь Что это? О! Плюс восемь мемик Плюс восемь мемик Плюс колчан бесконечный Отдал Шестого уровня Получается Да Восемьдесят миллионов Восемьдесят миллионов Сколько у нас стоит Плюс восьмое биг Дешевле же В Японии Нет новых локаций Такая же версия Как у нас Да Японская версия Полностью идентична Той Которая Стоит сейчас У нас на серверах То есть Тут нету Если посмотреть Сейчас покажу вам Как видите Нету Ни Годдарда Тут пока Ни атрибутных локаций Ничего другого Единственное Чем она отличает Тут сильно порезан Там дроп Адена И спойл И версия Фри-то-плей Восьмой мемик Шестьдесят Семьдесят Пятьдесят В общем у нас Подешевле Короче Но плюс-минус Плюс-минус Не сильно большая разница Да Это не как Вон Антквина Второго уровня За тридцатьдесят пять миллионов Простите Все прям Специально Раздеваются Что ли Вот это Какой-то Японский Колорит Бегают По герану Голуми Что-то Плюс-седьмое Давайте Посмотрим Что там Смысл Стрима 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 Фу ты Корею Мы уже Три стрима Посмотрели Там Собственно Ничего Нового До чего Можно Добраться Не качаясь Нету Дальше Только качаться Скачаться Скачаться Если вас Засядут Тут качаться Вряд ли Будет сильно Интересно Посмотреть Другие Локализации Почему нет На следующей Отправимся Тайвань Смотреть Плюс-седьмая Бэшная Пика 120 Миллионов Ну это Вроде Плюс-минус Адекватно Что-то он даже Внг бегают С плащами Может это какие-то Плащи тоже Ивентовые Да Там их Раздавали Фиолетовых Потому что Много кто С ним бегает Что забавно Так Что-то БО О БО Бежа Ну так Цены По миллиону Продаются Слово В них довольно Много Почему-то Продается В продаже Блестных Заточек Вообще говоря Поэтому Особо Нет Прям Такого Какого-то Дикого Оверенчантова То есть Если Вспомнить Корейский Сервер Когда все Такие Бегают Красные Переточенные То Здесь Конечно Мы только Сколько Одну Красную Пушку Видели Да И Один Восьмой Сет И тот Вот он Вот он И то Он Дэшный Или нет Сэшный С тема Рекомендации Вроде бы Есть По крайней мере Мы наблюдаем Там Голубые И синие Никнеймы Но Видим Что Люди Не бегают Знаете Повально Все Си Си Никнеймовые Как это Могло бы быть Вот Смотрите Коалиция Трейдеров Все Под одним Тагом Под одной Лапкой Может Это чувак Завел Сразу Куча Окон Они Продают Другими Скупают Скупаются Куски Вполне Себе Идет Скупка Кусков На Что То Там Подается Набор Сешной Бежи За 5 Миллионов Там Скажется На Б Наверное Судя По ценам Скупаются Куски Тут А Тут Смотрите Прям Получается Такой Набор Набор Для 40 Искателя Приключений Бежа Сет Рядом Пушки Такой Да Вон Этот Сет Тоже Дивайн И Все От Одной Гильдии Гномов Вас Оденут Обуют И Скупят Ваши Ресурсы Еще Смотрите Скупают Даже Пушки Правда Не совсем Адекватно Варниш Скупают Все Что Нужно Кости Да Ну Стоит Сказать Что Рынок Здесь Гораздо Живее Чем Чем Корейской Версии А Водон Сет 8 Миллионов Входы Смотрел Уже Хер Релиз Да Уже Смотрел Но Еще раз Покажу Народ Потягивается Привет Всем Это Твой Новый Канал Это Официальный Канал Линейдж 2 И здесь Будут Проходить Стримы По Линейдж На моем Личном Канале Я стрим Всякое Разное Видимо Аккаунт Стримлю Сейчас Пока В него Играю Поэтому Сюда Тоже Подписывайтесь Ставьте Уведомления Здесь Кстати Будет Проходить Турнир Да Кто Друзья Вдруг Не в курсе Мы В пятницу Наконец Анонсировали Третий Официальный Турнир Линейдж 2 Классик Призы В этот раз Довольно Крутые Я бы сказал Да Он Проед Уже В апреле У нас Сейчас Есть время Подготовиться Плюс Будут Тренировки С 16 Марта По 22 Поэтому Готовьтесь Регистрация 23 23 Марта Вот И здесь Мы будем Стримить Также Турнир И много Чего Еще Интересного Но Это Позже Так Что-то Вон Плюс Шестое Шлем В духе Турнир Дороже Ну Это Забавно Плюс Седьмой Седьмая Сешная Секира 60 Миллионов Ну Это Тоже Плюс Минус Сопоставимо С нашими Ценами То есть Пока Самое Неадекватное Что мы Нашли Это Почему Тант Квина Притом Другого Я пока Здесь Не вижу Продажа Что-то Плюс 12 Плюс 12 Боб Плюс 12 Боб 600 Миллионов Ух ты Так Чувак Это Такой Черный Плащ Не совсем Черный Такой Неплохой Неплохой Плащик Плюс 12 Боб В нем Шестой Адал Всего Лишь И стоит 600 Миллионов Нормально У нас Плюс 12 Боб Подороже Будет Подороже Будет Да Круто Разбирается В ценах На боб Именно Такие Промежуточные Заточки Плюс Седьмые Ашные Дуалы 500 Миллионов Шестым Адалом Что-то У них Адалы Все Какие-то Низкоуровневые Рунки Там Выше Восьмого Уровня Не видел Продажи В другом В другом сервере Трейдеров Больше На Японии Ну не знаю Не факт Мы сегодня На другого сервера Доберемся Давайте сначала Это посмотрим А там Может быть Если Время не хватит То и до второго Дойдем Некор Некор Смотрите Маджестик Плюс Шестой Роба Есть Сом Фиолетовый Сом Между прочим Это круто Это очень круто Видимо Крутой Некор Тоже Смотрите У него Судя по Значку Этот Руки Высокий уровень Випа Про Вип Я скоро Уже Покажу Расскажу Да Что там И как Как это работает О Тоже Варлорд Плюс Шестой Маджестик Хэви И тоже Фиолетовая Пушка Это Бешная Вид Да Капли Насколько Я помню Плюс Талики У них Светятся В общем Эти ребята Это видимо Какой-то Тоже Голдкэтс Название Кланов Тут просто Ласт Лаунж Японский Попался Блейберсеркер Пишет Нашел Меня Здесь Ну Привет Так Здесь же Слушайте Я Смотрите Уже Вижу Какого Лучника У них В Хэви Сете Может Конечно Тоже Это БД С луком Просто Видимо СВС С 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 То есть, светлый эльф и в хевисете. В маджестике он был. А тут темный эльф. Тоже он плюс 10 и выше боб. Талум хеви. Может быть у них луки в хеви бегают? Мета такая. Сармат тоже в талум хеви. Видимо, Сармат подсмотрел на японском классике. Мета для лучников. Все понятно. Плюс 10-ый Dragon Slayer. 750 миллионов шапки, шапки, шапки. Вот еще одна гномка, блин. Как раз, собственно, ней продают. Костюмы Валькирии. Прикольно. О, и смотрите, еще одна гномка с пикой пером. Интересно, а там есть какие-то другие такие же пушки? Такое это мыло означает также уничтоженный дроп. Да, напоминаю, что в японском классике дроп с пойлоденку урезаны просто в дрова. У нас луки тоже... Ну, не так много, а тут я прям вижу уже которого. Давайте до Таурина доберемся. Крафтеры, смотрите, тут прям такой этот... Крафтерская дорожка. Они даже так сидят довольно организованно и крафтят. Напоминаю, в корейском классике мы нашли только одного крафтера с фулмана и... И все. А здесь нормально сидят, крафтят. Признак живого сервера. Это определенно... Плюс... Третий Majestic. 360 миллионов распечатанный. Тиранс. В МЖ Хэви с красными... Это какие-то цешные, да, по-моему? Костеты, если честно. Не помню. Шлем воина, блин. Шлем воина прикольная штука. На урках особенно так брутально смотрится. А, биллионы это. А, блин, так круто вообще. Красные биллионы. Табэшные. В общем, модный тирант. Часть учета. Табэшные. Мне там выше писали. Чуваки, я что-то могу подзабыть. Я не считаю, что это сильно страшно. Тем более у меня есть вы, вы можете меня поправить. Так, ну, здесь нет этой артеки, которая, да, на корейском классике стоит и что-то, что она там обменивает. Айтемы, по-моему, ивентовые или какие-то. Так, ну, это обычная гномка. Здесь же опять голые гномки, блин. Ну, и в люксоре пусто. На ГК-17. Нет, потому что на ГК я тоже, да, видел, по-моему, у Шаркова, что ли, в группе. Заточку. Это неплохо. А к тому, что тут вон тоже подобное есть. Блэйд Берсерк, раз ты тут играешь и меня слышишь, может, ты меня подгонишь там, этот, не знаю, баночек ВВ хотя бы, чтобы я бегал не так, не так медленно. Пощи кого-нибудь в костюме волка, блин. Где я тебе найду кого-нибудь в костюме волка? Хороший вопрос. Тут же гномки. Гномки во всем подряд, смотрите. Также кто-то... О! Аками пришла меня бафнуть. Спасибо большое, Аками. И пришел. ВВшечку. Супер. Теперь я бегаю быстрее. Ну, вообще, да, у нас... Кто-то играет даже на японском классике, мне там писали, что, типа, я вот играю, все знаю, зайду на стрим. Те самые люди. Тогда подсказывайте, подсказывайте в чате, отвечайте на вопросы. Так, смотрите, у них также есть эти самые талисманы, да, талисманы Баюм, Ант Квин и Орфен, в запечатанном виде на 30 дней, и есть в японском классике. Продается 45 миллионов его. Опять какой-то лук бежит. Ох, стоять. А это тот же самый лук или другой тоже в Талум Хэе плюс шестом? Интересное кино. Пинг тут большой, но, знаешь, получше, чем в корейском классике, если честно. Мне чуть попроще тут маневрировать. Чуть более отзывчивый. Уж не знаю. Я не замерял прямо, да, пинг, но, кажется, я не знаю. Что-то приятнее. Удачная книжка плюс 3 за 4.8, наверное, продают. Тех. Даже и первого уровня продают. Так, ну это мы уже видели. Так, где-то здесь Ант Квина была. Давайте, давайте ее попробуем еще раз найти. Купили ее, не купили? Какой-то вот из этих гномок. Прям только гномки в костюмах. А вот она, вот, все еще напоминаю. Ант Квина второго уровня, 38 миллионов. Я не знаю, почему так. А у меня, наоборот, там пинг 30 на Японии, что на Корее. Ну, у Владивостока понятное дело, что там пинг лучше даже, чем на наших серверах. Что поделать? Территориальная близость. Пока наш интернет не способен быстро проходить такие расстояния. И пинг все-таки большой. Эх. Блин. Пушки в виде рыбы тут тоже есть. Я расстраиваюсь. Всегда говорю, еще когда вижу пушки в виде рыбы. Вот тоже этот лучник в Таламе Хэве. Посмотри, сеть. О! Пара-пара-пам. Ант Квина третьего уровня 75 миллионов стоит. Да что у них с Ант Квинами не так, я не пойму. Почему они там нафиг никому не нужны? Там все уже этими Корами и Байоми, что ли, обмазались? Что просто запагривают за копейки Ант Квины. ВТФ. Да нет, это не временная, это постоянная Квина, смотри, ничего не написано про нее. Если бы временные, в коробках обычно продаются, да? Это обычная, и плюс там он рядом, второго уровня такая же, ну в два раза дешевле. Вот первый уровень Ант Квина 18 миллионов. Короче, тут какой-то... Притом только Ант Квины. Других Эпиков не вижу, это даже интересно. Что у них? Может быть у них там Ант Квина 100% дроп, поэтому ее за такие копейки отдают. Она уже просто... Все топ-кланы уже твинков всех своих поодевали в Ант Квина и теперь продают на рынке за копейки. О! Лоскуты. По 40... По 50 миллионов у них лоскуты стоят. Лоскуты, лоскуты, блин, я опять забыл, забыл, как там правильное ударение. 50 миллионов. Может в шопе продаются, но опять же за странность, что только Ант Квина. В свитке Икспы. Сто процентные, по 3,5 миллиона. Но у нас лоскуты сейчас сколько? Сейчас по 70, да, по-моему? По 80. Опять тут торк стоит. С пикой. С пикой ручкой. В заточке. Седьмые румки. Опять ребафует ВВС, спасибо. А, нет, себе. Ну ладно. Да, вот эти вот с... Пики виде ручек-то у многих здесь. Цыпалки. Так, гномка с синим ником. Давайте посмотрим, что продает. Всего лишь дум... Дум-щит. Так, о. Танка. 16-ый даггер красный. И продает он 14-ые дуалы за полтора миллиарда. Это пока... Это пока самый ценный лот на рынке. 14-ые дуалы, полтора миллиарда. Неплохо так. Вот тут пока что рекорд овер-энчанта японского классика. Сочненько. 400 атаки. О! Орфен. Орфен 60 миллионов. Первого уровня. У нас она стоит поскольку? 300-400 миллионов. Получается... У них... В 5-6-7 раз дешевле. Почему? Почему их такой дешевый эпик? Так вот есть хоть одна идея? Давайте в шопе, конечно, поищем. Но знаете, я перед стримом немного так пробежался по шопу. И что-то я не видел там эпика. Тем более на постоянку, чтобы... Он так обесценивал обычный эпик. Мало аден? Нет. То, что у них действительно там хуже дропа, получается у них мало адена. Адена ценнее, это правда. Но остальные-то цены плюс-минус адекватные. Да, если мы сравниваем там с ценами на пушки, на какое-нибудь там заточенное, не заточенное оружие, то плюс-минус цены-то похожие. А вот эпик как-то невообразимо дешевле. Эпик в коробках. Окей, давайте. Уже интерес достаточно, по-моему, подогрелся. Сейчас пойдем смотреть шоп. Еще раз покажу список героев, тем, кто не видел. Кто к нам не так давно присоединился. Вот и он. Тут, во-первых, на Японии нет, как на Корее, межсерверной олимпиады. Соответственно, тут герои только одного сервера. И мы видим, что тут вполне себе такой тусает. Видите, да, вот Майдей. Это, видимо, все-таки топ-клан. У них тут 17 хиро-ккаунт, 11 хиро-ккаунт. Вот там есть 6, 3, 4. Есть, похоже, второй сайт, Going My Way. И у них тоже, смотрите, другой значок, другой лент. Так что вряд ли это один союз. Хочется, по крайней мере, надеяться. Есть клан Экселент, между прочим. Герой из него. И даже, смотрите, даже есть герои антаги. Герои из левых тагов. Так что у них вполне себе, видимо, неплохая движуха на сервере. Смотрите, у них есть герой xdfx. Ну и вообще у них, в отличие от... В отличие от корейского классика, где все-таки там встретить хоть какое-то англоязычное название, прям вообще была редкость. Вполне себе хватает. Английских там ников, названий кланов и прочего. Опять голые эльфийки, голые эльфийки кругом. Так как будто ведьмака играет. И в баню к этому зашел, к шпиону. Окей, давайте доберемся. Сначала посмотрим систему VIP. Напоминаю, что японский классик распространен по модели Free-to-Play. То есть зайти на нее можно бесплатно. И тут есть система VIP. Могу вкратце по ней рассказать. Ну как, система довольно простая, если в общем. Чем больше ты донатишь, тем выше твой уровень VIP. Да, и плюс этот уровень VIP тебе требуется определенное количество очков доната, чтобы этот самый уровень повышать. Всего есть 7 уровней VIP. И каждый месяц у тебя списывается какое-то количество очков уровня VIP. И ты, соответственно, падаешь на уровень ниже, если ты перестаешь донатить. Что касается уровня VIP. Самый первый уровень, да, это там, типа, чуть-чуть поддоначиваешь. А вон тебе дается VIP-коробка с наградами каждый день. Ты можешь писать в красный чатик. 5 сообщений, да, я так понимаю, если у тебя нет VIP, ты вообще не можешь писать в красный чатик. Так, сейчас посмотрю, там что-то пишут. И пока вроде все неплохо. У тебя на 50% повышается дроп. То есть ты получаешь на 50% больше всего. Видимо, это к шансу работает. У тебя есть опыт на SP. Бонус на SP и опыт 3%. Это копейки, да. Ну, собственно, все, что ты получаешь за первый уровень. Ладно, самое интересное, давайте сразу же перескочим там все уровни. Я расскажу, что дают за седьмой уровень VIP. Внимание, во-первых, там тот суперкоробку седьмого уровня, черт с ней. Мировой чат 25 раз, черт с ним. Снижение смертности. Вы получаете на 20% меньше штраф за смерть. Ну, тоже интересная штука, но ладно. Получаете на 30% больше опыта SP. Неплохо так, да, перманентно, за что у вас просто есть этот самый уровень VIP. Вы получаете опыт за рыбалку SP плюс 20%. Привет, БНС, да. Похоже на системку БНС. То есть опыт на рыбалку 20% дается. Вы получаете в 2,5 раза больше дропа. В 2,5 раза. Вы получаете увеличение ПВЕ урона. Я так помню, на 10%. Тут что-то у меня криво перевелось. То есть на 10% у вас больше урон в ПВЕ. И на 10% у вас больше урон и уменьшение урона по вам в ПВП на 10%. И плюс ко всем статам. Плюс 2. Как вам? Такая вот Пейтувиночка. В общем, система VIP довольно... А вот тут, в принципе, написано как раз. Вот оно. Я даже могу показать вам, что оно дает. Вот ПВЕ урон, ПВП урон. 20% к дропу. Точнее, вот 250% общий там дроп шанс. А ДНСП. Вот оно все-то написано. Можно посмотреть. Для этого нужно 40 тысяч VIP-поинтов иметь. Плюс каждый месяц вас снимают 14 тысяч, если у вас седьмой уровень. Да. То есть тут и ПВЕ урон, и ПВП урон, и защита, и ко всем статам, и к дропу, и в общем все. Да, то есть вы это получаете, если вы донатите. То есть набираете определенное количество очков доната, и переходите на следующий уровень VIP. Так это работает. Сколько рублей это стоит, не знаю, если честно. Вот такая вот. У меня сейчас VIP нулевого уровня, но оно и понятно. Здесь посмотрим, давайте на что-то можно донатить. Японский шоп. Это довольно странная валюта, смотрите. Это смайлик, что ли? Донатишь смайликами? У них есть свитки на опыт 100%, 30%, при том, как видите, разница. За 30 мая покупаете на 30%, за 40 мая покупаете на 100%. Смотрите, тут есть требование, да, видите, есть требование, что чтобы купить этот свиток на 100%, Нет, стоп, а это 40%, блин, окей, окей, не 100%, 100% там, видимо, потом будет. Вам нужно иметь VIP четвертого уровня. Привет, Лизка. Нужно иметь VIP четвертого уровня. То есть тут еще есть ограничения, потому что вы не можете донатить в магазин, пока вы достаточно накупили дешевые штуки, да, дешевые шняги, и подняли свой VIP уровень, чтобы донатить на что-нибудь классное. Вот так это работает. Есть свитки бафов, да, первой профессии и второй профессии. Давайте куда-нибудь улетим. На МДТ давайте улетим, а то посмотрим, что там, а то меня уже немного раздражают эти звуки крафтеров, чайников. Блин, и здесь тоже. Кстати, это сразу же МДТ. Смотрите, МДТ у них, в отличие от корейского классика, ну, средний живо, то есть тут есть трейдеры, сидят. И так они, смотрите, тоже сидят не на дороге. Спокойно можно ходить, смотреть, как на рынке. Даже вон крафтер есть. Окей. Вот так оно поспокойнее будет. Я не знаю, может кто-то там подскажет, да, что тут по ценам, как вообще это переводится, сколько это примерно в рублях стоит, потому что я не смог найти, по крайней мере, у меня особо времени не было это смотреть. Так, это вот какие-то звездочки. Сейчас скажу, где-то был перевод, что это за шняга. Защита от опасностей. Да, что интересно, также эти предметы можно покупать, видите, у них ограничение также стоит на количество покупок в день. То есть, например, свитки вот второй профессии, можно купить только 10 свитков в день. С другой стороны, блин, 10 свитков в день. Но это не в йенах цены, я так понимаю, да, тут какая-то, видимо, промежуточная валюта есть. 10 свитков в день, это, конечно, для того, кто просто стоит соло на этих свитках, наверное, это будет существенное ограничение, но для большинства-то хватит. Конечно же. Какие-то баночки, баночки, я сейчас скажу тоже, что это за баночки. Роскошное, мгновенное физическое восстановление силы. Лучшее. То есть, это от третьего уровня и выше. А, это восстанавливает вам 1000 хп, похоже, да, смотрите. Хп 600, то есть, это квикхилки получаются, да, просто голубенькие квикхилки. Здрасте, приехали. Есть перья. Перья реза, стоят сотни вот этих вот смайликов. Есть бсоя. Давайте смотреть дальше. Есть какая-то серьга. За третий уровень дается, что это за серьга, но где-то тоже было сейчас, кляну перевод. Серега хроники помощника. Один раз на сервере можно купить, а третьего уровня и выше. А, ну стоит ноль, смотрите-ка. Стоит ноль, ну-ка, если я его куплю. Да. А, мне третий уровень випа нужен. Черт, черт. Вот вроде халява, а не купить. Огонь. Коробка, коробка в этой коробке, по-моему, да, это пакет начинающих, то есть это набор сразу же всякого там соски, свитки икспы, купоны на оружие, свитки бафов, баночки на атаку, на скорость, агатион, шапка, в общем, ну, то есть такой набор новичка, по сути, да, вот он стоит 2900 этих вот смайликов. Паки сосок есть. Паки сосок. Кстати, понятно, почему тогда особо там их... Ну, дэшные продают, да, но ничего-то я особо не видел в продаже сосок. Возможно, многие... Хотя, блин, наверное, всегда было затариваться в шопе сосками очень невыгодно. Поэтому чертов знает. Но, в общем, как видите, тут есть все соски. Бореса? А, да, да, Бореса, что-то я пропустил этот момент. Есть Бореса в шопе за 100 смайликов. Изи. Английский язык есть? Нет. Это же Япония, только японский. Гиперфораза. Редактор, мне человек-сосед, я дико извиняюсь, но что-то, видимо, приспичило кому-то с утра подолбить. Есть невиты. Есть невиты. Притом, невиты, смотрите, они ограничены по уровням. Акайп предлагаю вступить в пати. Давай. Невиты ограничены по уровням. Притом, для использования невитов... Сейчас скажу, тоже мне проще сразу с переводом смотреть. Для использования невитов от 40-го уровня вам нужен VIP 3-го уровня и более. Для использования невитов 61-го уровня и выше нужен 5-й уровень VIP. То есть, я вам нужно хорошо так поддонатить. Вот оно, да, вот невит 5-го уровня для 60+. Но что интересно, да, что интересно, невиты тут ограничены покупками. Вы можете купить вот 60+, только 1 невита в день. Которые там ниже, вы можете купить 2, 3, 5. Соответственно, вы не сможете там какой-нибудь дикий донатер не сможет на этих невитах просто и жрать их вообще, не останавливаясь и постоянно под ними качаться. Всего, если вы там 60+, 1 невит в день вы можете купить, даже если у вас есть деньги, даже если у вас есть VIP нужного уровня. Ну, смена цвета титула, окей. Это свитки, похоже, снятие ПК, да? Да, свитки снятия ПК. А, нет, 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 это не снятие ПК, это трансформы. Династии, да, и чего там еще? Синий династии и красного чего-то там. Это нужен 4-й уровень VIP, и их можно купить до пары в день. Какой онлайн на Японии? Я, честно, не знаю, по головам посчитать сложно. Да, это трансформы и коробка, коробка. Я так понял, это коробка маунта. За 3-й уровень он дается. Плюс тут еще был второй набор новичка. Вот он, то есть их 2 штуки. Один для новичка, совсем новичка, видимо, да, там для 20+. И второй набор новичка. Промерудочный. Тут уже по высшим уровням свитки. Свитки побольше. А, нет, смотрите. То есть набор новичка, он открывается как коробка, из которой выпадает другая коробка, которая открывается тоже на определенном уровне. То есть вы можете открыть его на первом уровне, получить одну награду, да, потом открыть на 10-м уровне, получить другую награду, открыть там на 20-м уровне третью и так далее. То есть, соответственно, коробка первого уровня, которая вот стоит 1900 смайликов, она последний раз открывается на 40-м уровне, а первый раз на первом уровне, а вторая коробка, которая стоит 2 900 смайликов, она открывается первый раз на 24-м уровне и последний раз на 49-м уровне. Да, магатион, что-то еще соски цешные, даются свитки, купоны и подобное. Ну, в общем-то, похоже, это все. Да, похоже, действительно, все. И, внимание, вопрос. Ага, так, а это что такое? Почему тут ресурсы? За VIP. Угу, смотрите, похоже, за VIP также начисляются монетки VIP, которые вы можете потратить на ресурсы. Тут есть все ресурсы, вообще говоря. Есть, притом, золотые VIP-монетки и серебряные VIP-монетки. Ресурсы в шопе, да. Да, это звучит странно, но при этом, при этом ресурсами активно барыжат на рынке. То есть, видимо, не шибко выгодно их покупать, получается, да, или почему, непонятно. Ну, короче, ресурсы в шопе, это довольно странно. Окей, следующий вопрос. А где тогда эпик тот самый? Ну, раз вы там говорили, что дешевый антквин и орфин, потому что эпик в шопе. Что-то нет эпика в шопе. Вот. Собственно, это все. Ну, то есть, с одной стороны, если анализировать шоп, тут, конечно, всякая дичь в виде свитков опыта, да. Есть там и невитиков сразу же, но они ограничены. Хотя свитки, свитки ограничены вот эти опыта количества? Нет, они не ограничены, их можно есть сколько угодно, смотрите. Свитки бафов по 10 штук в день, ну, как бы окей. Перья Бореса, вот, перья Бореса, это, конечно, смущает. Квихилки тоже что-то дичь. Это, кстати, что за штуки? Кристаллы. Кристаллы, кристаллы. Это какие-то, кажется, защиты от опасности, я не совсем понимаю, что она дает. Возможно, какая-то защита от смерти или, типа, защита от дропа. Как-то так, может, оно работает. Ну, то есть, маунт, трансформы, невиты, конечно, да, это для прокачки. Соски, ну, типа, ладно, есть-есть, кому лень там из города возвращаться. Для фри-то-плей это нормально. Бореса, конечно, это довольно грустно. Свитки самореза тоже довольно грустная штука. И свитки XP. Ну, и ресурсы вообще непонятно, почему тут ресурсы. Ресурсы в шопе это дичь. Окей. Шоп посмотрели. Чего еще показать? Так, тут рогушки, кстати, можно посмотреть рыбаков. Как тут активно рыба... А, еще банки МП. Ну, банки МП, опять же, мы что-то в шопе банок МП не видели, но их продают. Интересно, откуда-то они их берут. И стопроцентные, стопроцентные свитки на опыт все-таки. В шопе нету их, стопроцентных свитков на опыт. Можешь сказать, что тут есть еще один шоп? Может быть, когда ты докачиваешь, знаете, такое, типа, это... Ты должен поднять уровень VIP, чтобы у тебя открылся настоящий шоп. Пока тебя, типа, такие не пугают им. Такие, типа, тут все лайтовенько. Вот когда тапаешь, там, седьмой уровень, тебе прям такой показывает настоящий мощный шоп. Локации, да, локации посмотрим, и правда, кто у них тут где качается. Думаете, это ивентовые? Ну, кстати, может быть, реально ивентовые? Почему бы и нет? И впаривают их, барыги, на рынке. Так, баночки второго уровня. Ну, ладно, в целом... В целом, я бы сказал, что рынок... Вполне себе адекватный и живой в японском классике, в отличие от корейского, кроме эпиков. Эпики... Я не понял, почему их такие дешевые. Вот, ей-богу, нет идей. Блин, какие милые титулы с сердечками, смотрите, розовенькие. Ну, вот, спокойно, в принципе, соски продаются. И даже заполнить себе адекватные цены. Костюмчик вальки... Блин, а вот даже костюмы, я что-то не понял. А где у них костюмы в шопе? Должны же быть костюмы где-то. Вот, чувак бегает. С заточенным двуручником. Какой-то реально тут шоп как будто неполный. Хороший вопрос. Ладно, полетели. Полетели смотреть в локации какие-нибудь, наверное, да? Полетели в Аден. Заодно посмотрим, как дела в столице. А, нет, давайте рыбаков сначала посмотрим. Как раз уж мы в Геране. Костюмы тоже в лутбоксах. Или в Лаки Гейм. Аналог Таро. А, может быть, на сайте что-то есть, да. Но лутбокс... Ну, то есть, вот, нет каких-то лутбоксов в шопе. Или, может быть, они, не знаю, в ВИП-коробках, да? Там, наверное, вот в этой ВИП-подарке, там они неплохие. Кстати, я где-то видел содержимое. Сейчас гляну еще, там вообще есть в этих коробках с ВИП-подарками. Есть ли, где-то написано, вообще нет. Нет, содержимое коробок в ВИП-подарских нигде у них на сайте не написано. Ну, рыбалка. Рыбачат также и герои. Независимо от уровня, все сидят и ловят рыбку. Орк в очках. Очень интеллигентно выглядит, да, такой. Огромный орк в очках. У кого-то клюет. Еще интересно, не вижу у них тут систему... Систему рейтингов, да, где посмотреть. Может, на сайте у них есть, потому что у нас вот на сайте, да, система рейтингов. На корейском классике она, в принципе, тоже на сайте, но она подсасывается с сайта в игру, и можно прямо в игре посмотреть рейтинги. Тут я этого не вижу. Давайте посмотрим, что у них по кланам. По кланам, ну, смотрите, пятого уровня у них неплохое количество кланов. Которые, по крайней мере, тут зарегистрированы, да, ищут людей в системе поиска клана. Все кланы довольно забитые, там 32, 39, 34 игрока. Есть кланы третьего уровня, ну, третьего уровня, понятное дело, большущее количество. И без этого направление, там кто-то вон пвп направление указывал для клана. Клан Крисмос. Это, видимо, перечисление клан скиллов. Сразу же Герант Харбор тоже проверим, насколько рыбачит там. Потому что, опять же, корейцы рыбачили очень неактивно, да, мы видели то, что корейцев на рыбалке было прям, ну, раз-два и обчелся. Так, так, так. Похоже, Герант Харбор. И вот она рыбалка на японском классике. Ну, сравнимо с нашими, да, опять же, в отличие от корейского, тут куча рыбаков. Тоже, всех-всех возможных раскрасок. Много фиолетовых плащей, смотрите, прям так. Такой тут фиолетовый уголок. Есть также он и, не знаю, рыжие плащи. Голые эльфы на рыбалке. Ладно, хоть тут не все голые. А то это же Япония. О, ПК-шник. Стопа. Да, ПК-шник. Бот, Олл, Килл, Найт Бич. Ха-ха-ха. Забавно. ПК-шники тоже рыбачат. Им тоже нужно качаться. В общем, ой, еще один ПК-шник. Смотрите, даже Клан ПК называется. Это, видимо, местные филиалы там, Мордора и Эннами, да. В общем, в Японии есть ПК-шники. Хотя на Корее я тоже одного видел, да, окей. Но он как будто стеснялся этого. Постоянно куда-то убегал. А тут, ну, судя по названию клана, да, по Клан Тагу, прям даже целый клан ПК-шников есть. Так, еще один лучник. Это ведь Талум, да? Какой это Талум, кто мне напомнит? Красный Боб. Первый Красный Боб, по-моему... Нет, не первый. Или первый. Там остальные, по-моему, фиолетовые были. Это Талум... Лайт, да, получается? Потому что я сто лет не видел Талум Лайта. Эти были на темных эльфийках. Или ДК это? Нет, тут, конечно, есть Крест, но... Или это реально ДК так выглядит? Да, это ДК, наверное, все-таки. ДК Лайт. Ну, в общем, главное не Хэви, да? Окей. То есть, оказывается, тут тоже есть лучники, которые не в Хэви. И это хорошо. Так, Телепорт. Телепорт. Чтоб полетели обратно. Туда. Влетаем по локациям. Не стыдно было включать стрим. Нет, вообще не стыдно. Так, здесь пришел... Видимо, это Хирошика, да? Трансформе Ассасина. Полетели в Аден. Так, это похоже на Аден. Дрель, дрель, дрель. Да, человек-сосед что-то разошелся. Пошлемо дружно. Лучи добра. Где клиент скачать? На сайте. НССОФТ. СЖП. Ну и там... Слэш-лины из 2 классика. Что означает значок справа от ника? Вообще, это уровень випа. Но я не понимаю, почему он меня включил, а значит, что у меня нулевой уровень випа. И почему у многих он выключен? Может, он просто выключается где-то, да? Язык, вон, видите, только японский в настройках. Разумеется, поменять нельзя. Ни на английский, ни на какой. В общем, я не понял, да, почему именно у меня этот значок есть. Вообще, потому что у меня нулевой уровень випа, и почему его нету кучи людей, у которых явно должен быть вип. И вот только у некоторых есть вот это вот, да, видите, вот это руки. И вообще, я видел только парочку получать значков вот этой вот галочкой и руки. Других значков випа я не видел, поэтому не совсем понимаю, как это работает. О, что это за прическа такая. А, это шляпа такая, да, такая, как это, видимо, свадебная. Довольно занятные ульфики. Еще одна лучница в Талуме Хэви. Все ради атака спида. Упдфа. Ну, и рядом нормальный лучник. Знак нового перса? А! А может быть. Может быть, это и правда знак нового перса. Он подсказывает в чате Аками. Вип это как ПА... Нет, немного не так. Вип это... Вип это система, которая подняет... Многоуровневая, да, Чем больше значить, тем выше уровень вип. И тут, ну вот, на седьмом уровне вы получаете плюс 200% к урону в ПВЕ, в ПВП, к защите от ПВП, плюс 2 ко всем статам, плюс 250% к дропу и много чего другого. Вот. Это если вкратце. То есть нельзя просто купить вип и такой бегать классненький. Ты вот типа как получаешь бесплатно, но отдельно тратишь дофигищу в шопе, чтобы вип пользоваться. И плюс сам шоп завязан на вип. Короче, такая довольно сложная система. Суть, которая проста. Чем больше, значит, тем ты круче. Да, возможно, это такая... Хотя, блин, смотрите, тут чуваки... Ну, какой он новичок? Он явно не новичок, раз он уже... Он с переточенным эмиком и в ПВ Хэви бегает. Поэтому нет, мне кажется, это все-таки не знак новичка. Что-то другое. Так, здесь же, похоже, какая-то прям пати стоит, смотрите. Антония, Оззи, Вульфганг, Арианна, Эрика. Это, возможно, чьи-то оконные саппорты, смотрите, да, вроде бы. Шилка, БДшка, СВСка, ЕЕ, ППХ, наверное, стоят здесь, ждут своего оунера. Хомка. Проточный. Ну, в общем, средне загруженный АДЕН. Конечно, что здесь продают. Да, у меня нулевой ВИП. Вот, собственно, тут даже видно. Поэтому это явно не уровень ВИП получается. Ну, то есть, странно, почему он с ровным показывается. Так, рогушки здесь же. Ня-ня. Так, куда полетим? Давайте сначала посмотрим, качается ли кто-нибудь у них на первобытном острове. Сразу в пати локу. Около месяца висит. А, ну, типа в течение месяца показывает, да, и кто-то просто быстро вкачался за этот месяц. Ну, может быть. А что тогда обозначают руки? Ну, то есть, другой такой значок у Ника. Много агромов. Ну, что поделать. Будем бегать. Профилактика завершена. Пишет Лиска. Добро пожаловать в игру. Ну, мы пока стрим не заканчиваем. Минут давайте еще 10-15. Пробежимся по локациям. В принципе, как раз последнее, что осталось посмотреть. Но вообще говоря, кстати, профилактика закончилась быстро, поэтому welcome welcome в игру. Что изменили в профилактике? Самое главное, что изменили, это возможность настраивать next target. Довольно полезная штука. Хотя вчера ко мне на стрим чувак зашел и долго меня убеждал, что это все вообще плохо и зачем вы это сделали. Но, по-моему, это ок. Вполне себе. и теперь можно настраивать next target для ПВЕ, для ПВП и даже чтобы NPC выбирались с помощью next target. Интересно. Где новые шапки? Лискин, где новые шапки? Чатик не готовит. Ай, мобец, 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 погоди. Не бей меня. Это хороший вопрос. Блин, вопросы по обзору не это молок к риске, пожалуйста. Я, как видите, стримлю. сегодня не будет шапок. Вот, сегодня не будет шапок. Простите, кто очень ждал. Обновление веб-шопа сдвинули. Ну, вот так вот. А у нас тут чатик уже так настроился на обновление. Все-таки радостно обсуждали, что лучше, что хуже. Так, вот там, видимо, какой-то тоже чекер висит. Ну, в общем, никто не качается. Здесь все-таки нужно понимать, да, что тут клиент, как и у нас. Блин, у меня есть цветки телепорта-то? Нет, значит, придется убиться. Версии игры тут, как и у нас. Тут японцы могут в соло всю локацию зачищать. Ну, если корейцы, да, и японцы он же такой подвластно. Поэтому на Дин никто не качается. Окей, полетели, посмотрим, посмотрим, что там в ГЦ. На Корее со скипета стоит, как у нас, по 75. Блин, надо проверить. Ну, я думаю, да, должно быть прямо то же самое. Что у них вообще есть? Телепорта нет, нет у них, кстати, и темов для запечатывания, кто там спрашивал, которые есть в Корее, да? Так. Да, по 75 соски. Теперь посмотрим ГЦ. На следующей неделе, друзья, также во время префлактики заглядывайте, отправимся смотреть тайваньский классик. Там тоже фри-то-плей, там тоже система VIP, немного другая, там больше серверов, там по ней должен быть чуть ли не самый в почете классик. Это кто так восторженно вздыхал? Непонятно. Ну ладно. Так. Что это за странный смех? ой, жутковато. Рекомендую завершить стрим, продолжить Японию в следующий вторник. Ну, тут не так много осталось смотреть на самом деле. Потому что в целом по рынку мы прошлись, по шопам мы прошлись, по спотам еще пробежаться чуть-чуть. Ты можешь по-моему игроков спросить. Ну вот мне ответили, да, кто играют, кто, видимо, смотрит наш стрим, кто играют на японском классике, что это все-таки значок нового персонажа нависит порядка месяца. на ТП спотах по крайней мере никого здесь нету. В ГЦ. Блин. И никто-то здесь не качается. Ладно. Шлембовина топский топ. Йо, не будет. Грозно. Что по садам в Корее стримить будешь не в этот раз. Увы, в это время я тоже буду не дома. Спасноброд уеду в Нижний, поэтому не смогу постримить. Алло, ты перестанешь иди нафиг. Какие еще молоки можно быстренько посмотреть? Есть идеи. Слишком быстро сегодня завершилась профилактика. Я так настроился посидеть, пообщаться, попоказывать что-нибудь. А они так хоп-хоп и закончили сегодня. Кто-то, наверное, даже не выспался. Чем новичков будете заманивать на ГК и Шилин? Слушай, ГК и Шилин живее всех живых. Камон. Люди воюют, люди дерутся живой рынок на Шилинг. Вообще там что-то постоянная движуха и периодически читают, что там наши колумнисты пишут. Довольно занятные. БС. Давайте БС попробуем, если напоследок кто качается там. Не стоит забывать, что в Японии сейчас тоже там только-только начинается вечер. Трудолюбивые японцы еще, наверное... А, собственно, ката. Блин, надо блокката проверить. Куда они бегут? Teddy Bear Club. Тут тоже есть Teddy Bear. Смотрите, Excellent'ов нашли, Teddy Bear'ов нашли. Только это Teddy Bear, а не Бирс. Кстати, напоминаю, бесплатные выходные будут на этой неделе у нас уже завтра. Завтра, да, ведь с 7-го числа они начнутся. Поэтому, если вы вдруг все еще раздумываете там, попробовать классик, подписки нету, сможете зайти. будет возможность опробовать побегать, заглядывать. Так, куда они бегут? Чуваки, погодите меня. Все в разные стороны разбегаются. О, тут какая-то патя даже стоит. 6, 8, А, они на РБ собрались? Похоже, они собираются на РБ. 70-го уровня. Ех. на РБ на РБ на РБ на РБ на РБ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok